Всем привет, друзья! Это новый выпуск программы Чё Почём! У нас сегодня в костях водяной Мальвина, а я сегодня буду Лилу из Пятого Элемента. На самом деле это Клава Кока, потрясающая певица. Это у нас Аришечка. Аришечка, у тебя блог, да, по-моему, на ютубе? Делочка из блога. Нет! И мы сегодня что тестируем? Тестируем, знаете, что? Лак для волос. Поехали. Друзья мои, у меня в руках три лака абсолютно разной ценовой категории. И мы сегодня будем тестировать, насколько они крутые. Кстати, друзья мои, пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в следующей программе. И кого бы вы хотели увидеть в следующей программе? А, кстати, дорогие лаки, я нюхала банановый вкус. Мне кажется, что все лаки нюхают, я не могу понять. У тебя знаешь, что это важно? Вот когда я танцем в детстве занимала, вкус шишечек. Хорошо ты это сделала, потому что у меня усики сегодня с утра не лежат. Первое испытание. Сейчас мы пригласили специальных людей, которые занимаются прическами. Называются стилисты, вы, наверное, знаете. Сегодня нам сделают прически в виде большого-большого начеса. И мы будем проверять, чей начес выдержит все наши испытания. Ну вот, наши прически готовы. Так как Лава, ты сегодня опоздала, тебе сделали... Каково быть в коконе? Вы знаете, в коконе быть очень прекрасно, потому что из кокона потом вылезают замечательные бабочки. А вот из таких вот причесок, знаете, мужа не найдешь. Как вам впечатление? Ну, когда только пшикался лак, мне показалось, что пахнет вкусно и дорого. Но когда его очень много, у меня сейчас стоит вот здесь этот запах. Мой пахнет, честно скажу... Нормально? Ну, как-то... У тебя пахнет какое-то детское это... Да, присыпкой вот как будто. Это как тебя пахнет, как будто... Ну, что же, я предлагаю начать тестировать наши модные прически, фэшн, иконы, стиля. Самое интересное начинется, да? Ну, конечно! Ну, что же, сейчас наши прически пройдут испытания настоящей Клавой Коки. Мы сейчас будем слушать твою песню, танцевать. И танцевать. И посмотрим, как прически отреагируют на твой музыку. Так как у меня в гостях две молодые девочки, а на заднем плане играет музыка Клавы Коки, сразу понятно, что у меня девичник! А это в мою кровать? Наконец-то хоть кто-нибудь! Ну, что же, вот мы переместились на кровать. Для того, чтобы начать что-то в этой кровати делать, нам нужна специальная одежда. Я знала, что вы приедете без пижамок, поэтому приготовила все сама. Поехали! Мы просектировали прически, как выдержал лак для волос нашу сумасшедшую подушечную проверку. Я могу сказать, что мои губы и нос немножко не выдержали, а лак для волос, мне кажется, нормально. У тебя отлично, у меня у меня все хуже в сумке. Ой, ты нормально, у тебя только упала ленточка, да? А у меня что? Стандартный девичник, вот, начинает биться подушками, потом это перерастает на самую настоящую драку. Ты серьезно? Чего? Ну, не сильная, спокойно. Все, пока. Ну что, вот мы и готовы к настоящей женской драчке. Да, мы только что и подрались, и потанцевали подушками друг друга. Убили, как впечатление, как твой лак, ну, хрена, били. Ну, мне кажется, все видно. Все замечательно, по-моему, у меня даже ничего не изменилось. Я не верю в себя. Все замечательно, но, как бы, немножко так, да. Я, в принципе, идеально, да, поэтому. Это самое страшное для лака для волос. Мне кажется, болезн парашюта. Ветер, правильно. Мне кажется, вода. Вода, дождь. Предлагаю выйти на улицу и кое-на-чем покататься. В общем, друзья, мы покатались на кабриолете. Очень круто. Да, мы пели песни Клавы Коке. Попали под маленький дождик, кстати. Да, это ползор. Вот, я могу сказать, что моя прическа реально выжила. Посмотрите. Моя прическа реально стала нереальной. Мне кажется, так стало лучше, чем было. Чем почем покажет, где скрывается дорогой, дешевый и средний. Лак. Каждый день. Слез. Да. У нас есть зиос и каждый день. 1200 рублей стоит лак Four Seasons. И как бы, ну... Что нужно сказать по этому поводу? К сожалению, лак Four Seasons не прошел наше испытание. Лак, лак хороший. Лак, преподавец. Как вы его оцениваете? Я оцениваю на отлично. 300 рублей стоит лак. И идеально сохранившаяся голова, ребята. Ни одна не разбитая. Каждый день, друзья мои, сколько стоит этот лак? 40 рублей! Это же очень круто! Давайте выберем победителя. Паза отношений, цены и качества. На самом деле, поменяешься, что сестры это. Потому что у нее реально идеально сохранилась участка. Да, да. Второе место. Второе место занимает нас каждый день, я думаю, ты не поспоришь. Да. Наверное. Но он пахнет, правда, отвратительно. Он пахнет лучше. Я люблю все дорогое, конечно. Но, прости. Ты отстой. Настало время провести настоящий эксперимент. Для этого в студии у нас находится специальный эксперт Илья Сологуб. Илья Сологуб, это потрясающий актер, правильно? Да. Назли, пожалуйста, три свои самые любимые картинки, где ты снимался. Вы крутасы, это семья Маника Беляева и... А, ну и таймлайн можно посмотреть. Вот таймлайн очень хорошо. Мне очень нравится твой голос. Спасибо. Вот представь, что ты находишься на какой-то вечеринке со своей девушкой. Вот нужно будет что? Махнуть стопочку и занюхнуть женскими волосами. Вы же видеоблогеры. Водки подороже не было. Неплохой запах. Я вообще не очень люблю запах волос, но типа это неплохо. За твоё здоровье. Спасибо. Блин, да он так же пахнет. Да? Не так насыщенно. Но здесь богаче нотки. Вот в голубом были богаче нотки. За то, чтобы это видео зашло. Это лучший. То есть он там... Итак, друзья, вот мы и узнали результат. Спасибо огромное вам за проверку. Эксперт. По мнению эксперта, самый дорогой лак Four Seasons самый лучший. У меня не было отношений 4 месяца, поэтому я не укушу свою шерсть. Ну что, друзья, это была программа «Чё по чём». У нас в студии прекрасный актёр Илья... Сологуб. Сологуб. Как вам Ида, Сологуб? Ну, великолепно. Программа, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вам понравился Илья Сологуб. Если нет, то, ребята, он вам понравится. Всем пока, оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...